Путь мастерства Путь мастерства Мартынов Валерий Васильевич Родился 12 октября 1948 года В городе Горьком, в СССР, в интеллигентной семье Мать – зубной врач, отец – отставной военный Родители из центра города Горького переехали в район автозавода Новые люди, другой менталитет Валерий с детства занимается спортом Плавание, настольный теннис, коньки, лыжи, пятиборья Учеба в школе, а затем в ПТУ номер 25 Во дворце культуры ГАЗ Валерий Васильевич записывается в цирковую студию Там пробует многие жанры циркового искусства, но увлекается пантомимой В 14 лет Валерий Мартынов с 1962 по 1968 года создает студию пантомимы А затем с 1964 года – Народный театр пантомимы Во дворце культуры Горьковского автозавода Мартынов изучает опыт мастеров пантомимы мирового уровня Марселя Марсо, Владислава Фиалки, Анатолия Елизарова и других Победив на конкурсе артистов художественной самодеятельности Горьковской филармонии за право учиться в московской эстрадной студии Валерий вместо Москвы едет учиться в Ригу В Риге Мартынов проходит обучение в коллективе пантомимы Роберта Лигерса Завязывается творческая дружба двух коллективов пантомимы – в городе Горьком и в городе Риге Валерию удается организовать гастроли Рижского театра пантомимы в городе Горьком Мартынов знакомится с лучшим актером пантомимы из Риги – Модрисом Теннисоном Бытовая беспредметная пантомима грековчан под влиянием рижской пантомимы меняется на образную аллегорическую Меняется и мышление режиссера Валерия Мартынова В 1968 году Валерия Мартынова приглашают в профессиональный коллектив пантомимы в город Каунас, Литовской ССР Режиссер театра Модрис Теннисон Валерий, как актер, участвует в спектаклях пантомимы Модриса Теннисона Театр пантомимы Модриса – единственный профессиональный театр в СССР Первые места на фестивале в Риге – гастроли по Литовской ССР В город Ленинград – театр один из лучших в мире пантомимы Его художественный уровень на многие годы обгонял свое время Но по идеологическим критериям того времени он не вписывается даже в Литве Модрис создал вместе со своими актерами пять совершенно непохожих друг на друга спектаклей Где каждый спектакль мог быть родоначальником совершенно нового направления в искусстве пантомимы И по стилистике, и по способу решения Эссе Хома – это есть человек Сны снов Капричо – 20 век Калаш – детский спектакль «Берегите бабочку» 1972 год Политические события в городе Каунасе Модрис и актеров театра причисляют к революционерам и увольняют из театра Начинается период с китания актеров театра Валерий Мартынов и его жена Юрате по приглашению едут в Армению работать актерами пантомимы Модрис Теннисон едет в Москву Режиссер Ролан Быков предлагает Модрису организовать театр пантомимы в московском мюзик-холле Модрис начинает собирать на базе московского мюзик-хола своих прежних актеров из театра пантомимы города Каунаса А также знакомых актеров пантомимы из Риги, города Горького, Армении Валерий Мартынов и Юрата Микшити приезжают в Москву, в московский мюзик-холл Вместе с Модрисом пробуют работать с мимами в Москве Репетиции в мюзик-холле каждый день Бывшие актеры из Каунаса не выдерживают незнакомую атмосферу И московский менталитет разъезжаются кто куда Валерий и Юрата остаются в мюзик-холле с новичками Модрис предлагает эксперимент, импровизацию в доме композитора Из-за несогласованности актеров в новом коллективе эксперимент не удался И в дальнейшем творческих результатов не было В Москве в 1973 году Валерий начинает самостоятельную работу с группой мимов Юраты и Рижани Виктор Бусыгин и его жена Татьяна Группа Мартынова на пробах в театре Юрия Любимова на Таганке Творческие планы Но затем жизненные обстоятельства оставляют лишь Валерия Мартынова и Юраты в Москве В 1973 году студия электронной музыки Мартынов в качестве художественного руководителя театра Мистерия Собирают группу единомышленников по экспериментальному исследованию Психологических реакций актеров и зрителей в условиях подвижной аудиовизуальной образной среды Это было место силы, место встречи с удивительными людьми Валентин Куклев, Марк Семенович Молков, директор студии Юрий Любимов, режиссер театра на Таганке Сергей Зорин, инженер-художник по свету и цвету и многие-многие великие люди того времени Руководители ансамбля 21 век Алексей Любимов, Гринденко, Губайдулина Композиторы Артемьев, Шнитке, саксофонист Алексей Козлов и другие авангардисты музыки Валерий Мартынов ищет стиль своего театра Снимается в кино, каждый день доктора Калинниковой Там происходит встреча с актрисой Ольгой Гобзевой Вместе с которой они создают театр-лабораторию Мистерия Отбор актеров из выпускников Щукинского училища Евгико В театре-лаборатории Мистерия Мартынов и актеры изучают и воплощают идеи Скрябина Синтез музыки и света цвета С режиссером из ГИКа Димой Гусевым создан фильм на музыку Скрябина «Прометей. Поэма огня» с использованием двойной экспозиции, наложением цвета, соляризации и пантомима Фильм демонстрировался на электронном панно на Калининском проспекте в 1974 году Валерий Мартынов – режиссер и руководитель театра Мистерия при студии электронной музыки Творческую помощь театру оказывает Юрий Соболев, художник, и Валентин Куклев, философ, мистик, писатель В студии электронной музыки работает талантливейший инженер и художник по свету Сергей Зорин Создает для актеров и зрителей фантастическую атмосферу, где рождается новый уровень видения и возможностей Актеры и зрители находились в одном замкнутом пространстве полусферы Постепенно создается спектакль Мистерия «Орфей спускается в ад» Коллектив выходит на новый уровень возможностей и способностей создавать психодраматические действия Которые позволяют вовлекать зрителей в фантастическую среду Театр Мистерия в студии электронной музыки, где свет, цвет и музыка в сочетании с пантомимической импровизацией Завораживали голодное в то время сознание зрителей и самих актеров магии происходящего о несказуемом С некоторых спектаклей зритель отказывался уходить домой, возвращаться в свою реальность в действительности того времени Спектакли Мистерии посещают иностранцы Дима Девяткин, директор одной из телевизионных компаний в Америке, снимает на камеру в аудиовизуальной среде работы актеров и увозит материалы в Америку Режиссеры и педагоги Щукинского училища после одного из просмотров данных спектаклей Мистерии принимают Валерия Мартынова без экзаменов в Щукинское училище Мартынов соглашается, но проучившись полтора года, решает уйти под предлогом невозможности сдать экзамен по истории КПСС Параллельно учебе и работе в студии электронной музыки Валерий Мартынов работает в Союзе театральных деятелей В командировках по всему бывшему СССР он пропагандирует идею пантомимы и технологию импровизации А также помогает в театральных коллективах поднять уровень пластической культуры Омск, Томск, Новосибирск, Череповец неоднократно вызывают Валерия Мартынова через СТД В Череповце совместно с режиссером Череповецкого народного театра Равиком Михайловичем Смирновым выпускаются спектакли по сонетам Шекспира и спектакль Кощей по повести Беляева художник Андрей Абрамов Завязывается дружба и сотрудничество Валерий Мартынов приглашает этот коллектив на гастроли в Москву Народные театры в Омске, Новосибирске после совместных работ с Мартыновым становятся лауреатами разных конкурсов и приобретают известность и популярность С 1975 года Мартынов один из первых в стране занимается карате тайцзи и становится инструктором у известного мастера Георгия Сергеевича Синицкого В дальнейшем изучает стиль винчун у мастера Хуанг Винь Занга В 1978 году по приглашению Хуанг Винь Занга с группой учеников едет на учебу в город Ханой Вьетнам. Серьезные занятия винчун Съемки в кино, гастроли в Дубну, Пахру, экспериментальные работы с учеными, математиками, врачами Валерий с группой энтузиастов изучает на практике использование трансперсональных техник без применения химических препаратов, которые позволяют Мартынову и его коллективу Выйти на уровень понимания реальности здесь и теперь Заглянуть за границы смерти Получить знания и понимание ответственности за каждое мгновение жизни Научиться контролируемой глупости, когда тело становится инструментом, для которого нет ограничений возможности Далее коллектив делится на тех, кто продолжает свой путь в искусстве, используя приобретенный опыт И тех, кто продолжает экспериментировать и двигаться вперед за грань непознанного В Московской области, Зеленограде был опыт занятий в коммуне С 1980 по 1992 года в Москве Мартынов руководитель и главный режиссер Народного театра пантомимы «Канон» при ДК «МАИ» Режиссер Валерий Мартынов берет всех желающих в рамках своего эксперимента Задача научить неподготовленных людей двигаться и мыслить пантомимически Первая пантомима «Восточные этюды» 1982 год. Участие в фестивале «Ленинград в Ленинграде» Этюды «Восток и Запад» Постановка спектакля пантомимы «Сон Пьеро» 1983 год. Участие в Московском фестивале самодеятельных театров «Спектакль Адажеву» 1984 год. Постановка спектакля «Среди людей» в стиле брейк-данса Актеры театра «Канон» принимают участие в спектакле «Агент 00» Московского академического театра имени Владимира Владимировича Маяковского 1985 год. Участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов со спектаклем пантомимы «Лад» Спектакль «Лад» — это уникальное явление в искусстве пантомимы по повести о Петре и Февронии русских святых В спектакле использовалась музыка Валерия Гаврилина, русские народные песни, хороводы и обрядовые игры Пантомима. Актеры сами шили русские народные костюмы из домотканной ткани, привезенные из монастыря в Молдавии где Мартынов работал на реставрации монастыря в городе Жабки Спектакль «Лад» принимает участие в фестивале и получает награды 12-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов 1986-1992 года Мартынов работает в Московском академическом театре Маяковского и других театрах Как режиссер-постановщик по сцен-движению работает над постановкой пластических рисунков проводит занятия по пантомиме и психопластике с актерами театров на пространстве бывшего СССР Является членом Союза театральных деятелей СТД В Череповце главный режиссер Равик Михайлович Смирнов поставил спектакли «Сон в летнюю ночь» сонеты по мотивам произведений Шекспира Спектакль «Кощей» по произведениям Василия Белова «Пантомимы» В этих спектаклях ставил Валерий Мартынов С 1990 года и далее Мартынов окончательно сформировал метод и школу импровизации – психопластика С этого момента коллектив театра «Канон» свободно вписывается в любые проекты Съемки художественных фильмов, музыкальные проекты в консерватории с известными музыкантами – Пекарский Алексей Любимов В Доме архитекторов, совместно с архитекторами из тех уголков нашей страны, Мартынов организует грандиозную импровизацию Это работа из неопределенности в любых предлагаемых обстоятельствах В основе метода Мартынова четкое осознание актера здесь и теперь Создание адекватного образа, формы, понимание пространства и четкое взаимодействие с партнером Смысловое действие рождается на глазах у зрителя, имеет свое развитие, кульминацию и четкое окончание Стиль выбирается мгновенно, исходя из предлагаемых обстоятельств И поддерживается партнерами по стельническому движению Четкость и выразительность жеста и позы Профессионализм, который достигается временем и опытом Мышление, которое формируется как результат культуры и знаний развитого человека, актера, мимо Никакой сценарий не заменит понимание момента Ибо опыт прошлого и устремленность в будущее есть в настоящем Умение видеть, слышать и творить здесь и теперь Быть подлинным И есть современное понимание искусства пантомимы Психопластика В 1990 году Валерий совместно с женой Еленой Мартыновой Снимают первый учебный фильм «Ветер и поток» А в 1992 году второй фильм «Испытания воздухом» Валерий Мартынов востребован на Мосфильме Снимался в художественных фильмах Каждый день доктора Калинниковой «Этот день победы», «Момент истины», «Гражданин Лёшка», «Бегство мистера Маккинли», «Тиль Улиншпигель», «Этот фантастический мир» и другие В 1991 году начинается процесс развала СССР Валерий Мартынов находит спонсоров и приглашает профессиональных актеров на конкурсной основе И Людмилу Соловьеву из Театра Маяковского для спектакля «Огненный ангел» по произведению Валерия Брюсова Драматические актеры впервые сталкиваются с задачами театра объективной драмы Где текст Валерия Брюсова переплетается с темами сегодняшнего дня И становится частью системы взаимоотношений актеров внутри действия В спектакле принимает участие бывший ученик Мартынова, поп Растрига Который вносит свое видение в тексты, которые он произносит через диктофон или в прямой речи Он играет одного из образов видения главной героини Ренаты, огненного ангела Он же играет спонсора из реальности Есть герой, режиссер Актер создает образ Валерия Мартынова, который ставит этот спектакль В спектакле используются психологические техники, волшебный магазин, необитаемый остров Под руководством профессионального психолога Елены Мартыновой В целом это совершенно новый уровень драматургии Где от актеров требуется способность самостоятельно мыслить, импровизировать, соблюдая все профессиональные навыки Внутри событий действуют мимы из театра канон, как иллюстрация или образы видения героев, импровизируя по ситуации К сожалению, тогда была единственная возможность снять одну репетицию и то на плохой аппаратуре Каждый день на репетициях рождались совершенно новые события При этом канва произведения Валерия Брюсова не разрушалась, но как бы вновь раскрывала все новые и новые стороны Но спонсоры перестали давать деньги и репетиции пришлось прекратить Актеры после этих репетиций не знали, возможно ли вернуться к стандартным репетициям в своих театрах Некоторые покинули бывшие места работы и стали самостоятельно искать новые пути в творчестве Большинство проектов были закрыты в связи с перестройкой В 1997 году был последний всплеск пантомимы в Москве Проект назывался «Альтернатива» Музыкант и композитор Александр Смирнов со своей группой музыкантов Организовал импровизационные действия совместно с коллективами пантомимы Театр Мартынова Валерия Канон выступил с пантомимой «Черный квадрат» по картинам Малевича Коллектив Аграмова со своей импровизацией Андрей Андрианов показал свою композицию И отдельные мимы импровизировали соло с музыкальными инструментами Мартынову удалось снять весь этот пантомимический фейерверк с мчур В 1999 году Мартынов едет в Германию для знакомства с местными школами и мастерами венчун В 2000 году Валерий Мартынов организует театрализованный фестиваль Венчун Юнчун 21 век В фестивале участвуют 17 школ венчун из разных уголков бывшего СССР В 2001 году Мартынов с группой учеников едет в город Сайгон, Вьетнам по обмену опытом с вьетнамскими мастерами венчун В 2002 году Валерий Мартынов едет в Китай на родину Юнчун в город Фошань Сдаёт там экзамены и получает звание мастера ассоциации Чинву Атлетик в городе Фошань С 2002 года Мартынов Валерий Васильевич избран президентом Всероссийской Федерации Юнчун Цуань Руководит клубом «Железная флейта» Валерий признан мастером международного класса Получает звание тренера высшей категории И является членом международной ассоциации Чинву Атлетик в Китае В 2004 году Мартынов занимает должность режиссёра-постановщика сценического движения в Московском драматическом театре «Модерн» под руководством Светланы Враговой Параллельно создавались и разрушались клубы по боевому искусству венчун и тайцы Мартынов Валерий со своими учениками снял более сотни учебных видеофильмов по венчун и тайцы А также пантомиме и психопластики Все эти фильмы есть в интернете Последняя мечта – создать и построить центр боевых искусств под названием Куан Но до конца мечта не осуществилась Теперь есть небольшой клуб в квартире Валерия Мартынова где проходят занятия по юнчун, венчун и тайцы И пантомиме В клубе проходят встречи с философами, психологами и писателями где люди делятся своими мыслями и творческими планами В 2018 году Мартынов Валерий, благодаря помощи своих учеников, издает книгу «Психопластика в искусстве пантомимической импровизации» Так что же такое психопластика? Основная концепция метода психопластики – мысли движения Тело человека древнее, чем его речь Тело впитало весь спектр живого и неживого на Земле Оживите память Откажитесь от определений И вы получите любое переживание, ритм и свойства всего сущего на Земле и в космосе В отличие от обычного человека или драматического актера Мим на сцене двигается подобно непрерывной линии на листе бумаги При этом каждая часть его тела наполнена осознанным смыслом Передаваемым за счет ритма, подобно композитору, сочиняющему музыку Где каждый звук, всплеск или течение звука Мим передает через поворот головы Или изменение угла и скорости движения руки, ноги, изгиба тела Так же как музыка заполняет пространство звуком Так инструмент тела актера психопластики заполняет, двигает И изменяет пространство в каждом движении Создавая осмысленный знак, символ и иероглиф Пространство начинает звучать в тишине Это и есть значение мыслить движением Когда есть партнеры и они понимают и дополняют друг друга Вселенная торжествует Продолжение следует... Продолжение следует...